Как отметил в ходе своего послания народу Казахстана Нурсултан Назарбаев, в этом году объем налоговых поступлений в бюджет сократился почти на 20%. Но при этом глава государства подчеркнул, в данной ситуации повышение налогов не выход. Такая мера окажет лишь дополнительное давление на бизнес. Нам необходимо пересмотреть всю систему государственных доходов и расходов. Прежде всего, следует расширить доходную базу бюджета. В 2017 году надо нам ввести в месте нынешнего НДС налог с продаж. Следует отменить все неэффективные налоговые льготы, которые до сих пор раздавали налево и направо. Налоговые режимы надо оптимизировать. Оставить только три уровня налогов. Общий налог известный. Патент для индивидуальных предпринимателей. Специальный налоговый режим для малого и среднего бизнеса и аграрного сектора. Вот три налога. Такой механизм будет выводить теневую экономику на свет. Недопустимость повышения налогов, говорит директор палаты предпринимателей Кустанайской области Мурат Абенов, справедливое решение. Повышение налоговых ставок, по мнению Абенова, стало бы непосильной ношей для бизнесменов. Оптимизация налогов, уверен директор региональной палаты, приведет к упрощению процедуры отчетности и в определенной мере облегчит ведение бизнеса. Весьма своевременным стало поручение президента о необходимости разработки облегченных процедур банкротства для физических и юридических лиц. В практике областной палаты нередкий случай, когда индивидуальные предприниматели, желая приостановить свою деятельность и пройти процедуру реабилитации, не могут этого сделать из-за проблем в действующем законодательстве. Данное обстоятельство вынуждает закрывать бизнес и распродавать имущество для погашения задолженности. Также в своем послании Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что для разгрузки бюджетных расходов необходимо активно использовать механизмы государственно-частного партнерства. А для этого нужно проработать дополнительные меры по поощрению частных инвестиций в приоритетной сферы экономики.